Беркем Аль-Атами Плита Читает Радамир Когда едешь на трассе, ну, со стороны Челябы на Сверловск, километров через сорок будет типа развязки, мостик такой. Там надо направо уйти. А сначала, да, указатель, кунашак. Только до самого кунашака не надо, там еще поворот будет. Опять правый, на деревню Башкирскую. Сары называется. Сары это желтый по-ихнему. Сары эти на колдах стоят. Озеро такое, колды, соленое. Там еще на том берегу охотхозяйство как бы военное, но это так. На самом деле дом просто, бухать их туда возят. На вертолете, понял? Ну, это хуйня все. Не об том речь. Я это, чтоб ты сориентировался. Это рыбаки все Чебакуль знают. Вся, почитай, область туда ездит, карп ловить. А ты не рыбак же. Откуда тебе знать? Или бывал? Нет? Сверловчан этих там еще пасется последнее время. Ужас! Бля, как приедешь. Один на другом. Один на другом. Все шестьдесят шесты. Весь, блядь, Урал заполонили. Куда не сунься. На байке даже. И это, слышь, хоть бы промеж собой проход какой оставляли. Так ведь нет. Наставят уроды джипов своих сраных. К воде не подойти. Идешь, как в Адлере. И ладно, говорю, приезжали бы. Отдыхали там. Рыбачили. Мне что, жалко? Озер много. Пусть отдыхают. Но эти, блядь, козлы шестьдесят шесты, сука, они по-человечески отдыхать не умеют. Вот ты приехал. Раз там сделал все. Костер там, лодку надул. Поставки поставил. Накатил. Че вот тебе надо? Сидишь, отдыхаешь. Тебе хорошо. Людей не тревожишь. Они тоже отдыхают. А эти не. Слышь, у меня, я как увижу, аж багно кипит. Привезут катера эти с моторами, мотоциклы эти водяные. И давай по Чебакулю летать. Ты понял? Посрать им, что тут тоже люди рыбачат там, отдыхают. Моторы-то у них добрые. Хонды, Сузуки эти, Меркури. Лошадей по полста, а то и больше. Да ста лошадей, говорят, бывает. Четырехтактные. Прикинь, дура какая. Да, на таком-то как дашь-дашь. Вот я че, Грюта, купил ты себе катер? Мотор охуенный. Или мотоцикл этот водяной. Молодец. Все. Так давай езжай вон. Наргази езжай. На Уилги. Да вон хоть на Алябиху. И гоняй, раз тебе нравится. Хоть загоняйся. Вон сейчас проезжать будем поворот. На этот, на Карагайкуль. Тоже гоняй, газуй. Че хочешь? Нет. Ему, долбоебу, надо обязательно на Чебакуль припереться. С бабами своими. Мотоциклом этим своим ебаным. С дитями этими. Че? Не, тоже скажешь. Не, я так просто. Больно уж достали. Ну, как тарканы прям. Вот я че говорю. Понял, где Чебакуля тут? На полдороге между Канышаком и трассой. А вот смотри, помнишь, говорила тебе, ну, про Карагайкуль. Вон указатель, видишь? Дружный написано. А вон и воду уже видать. Вот. Он самый есть. Да я че делаю? Я ей рассказываю. Или ты че, торопишься куда? Не, если тебе не интересно, я радио вон включу. Тогда не сбивай с мысли. Я, когда меня сбивают, не люблю. Ха, интересно, есть такие, кто любит? Ладно, слушай дальше. Я там, как оказался, работал я в шестом годе на машине у одного кренделя нашего, тридцатовского. Жаба он был, та еще. Ну и сам понимаешь, на машине его я колымил. Жить-то надо. Кредиты там, тудым-сюдым. Вот. Однажды встречаю одноклассника Ахмедзянова у ларька. Ну, там слово за слово. Как сам? Да ништяк. И он раз такой. Алик говорит. Давай мобилу свою. Я тебе, типа, буду работу подкидывать. Ну, дал, поручкались. Распрощались. Смотрю. А тут такой раз, в мерз залазит. Не, не сказать, чтоб дорогой. Старый, лет десять. Сто двадцать четвертый кузов еще, но такой ухоженный. Видно, не прислоняли ни разу. Диски там модные, затонирован весь. Приметная машинешка. Я его часто встречал. Не знал, правда, что это Зяныш гоняет. Ну, это от фамилии. Ахмедзянов долго говорить. Короче, через время раз, звонит такой. Лома возить. Говорит, поехали. Ну, поехали, говорю. Застрелковались. На следующий день переезжаю, куда сказано. Смотрю. Ага, точно, Лома. Склад холодный бывший. В нем колорифии раздернули. Здоровые такие. Мужики режут. Ивановцам закидывают. Забили меня. Поехал я за Зянычем на пункт. Он там расчет получил. Залез ко мне, рассчитался. Все, как договаривались. Без прыжков. Ну, так, помаленьку и стал я постоянно его железки возить. Мой-то, хрен моржовый, тогда что-то просел с компьютерами своими. Ну, я и выкопил у него камазейку своего. Стал типа самсусам. Ездил по всей округе. Заберу, чё нарежут. Увезу. Насмотрелся на этих председателей. Вому дачьё. Зян приезжает. Гыр-гыр там с ними по-своему. Водки накатит. И пошло. Водка льется. Газ шипит. Я таскаю. Комбайн. Нахуй нам комбайн. Это ж сколько железа. Сдал я кши. Ара кашать. Земля валяться. Бульдозера. Водонапорные башни. Засыпнухи. Столько в деревне металла, оказывается, с советских времён лежит. Настроили им дебилам. Комуняки-то. Медь с алюминкой-то, хрисяне эти, сами утащили. А железо им не с руки. Это опт нужен. Транспорт, опять же. Да уже подошли к сути-то. Не, слышь, ты это, давай, не нукай, лады. Резали в деревне башкирской. Каракульмяк. По-нашему это чёрное платье будет. Там, типа, сцепной пункт. Вагонов несколько. Вышка ещё бесхозная в лесу стояла. Тоже сварили. Так на глаз-то он двести набиралось без малого. Я таскал, чё нарежут. Да железки. Железки вывозили, она там рядом. Наш вагон в тупичке на лесном стоял. Разъезд так называется. Лесной. И вот как-то пацаны, что резали, подкатили к нам с вованом крановым. Типа отвезти плиту и кинуть в озеро. Зачем? А чтоб рыба ловилась. Деревенские так постоянно делают. Утопят лиц с шифера. Прикормка не проваливается в няшу. И рыба там постоянно крутится. А городской стоит рядом. Репу чешет. Вроде на то же самое ловлю. А рыбы хуй. Короче, дед, у которого они сняли жить, попросил их. Ну, нам чё, жалко. Заехали, где коровник разобранный стоит. Кинул крановой мне ПКЖ в кузов. И поехали на Шугуняк. Это озеро там ещё, ближе к лесному. Километра три. Край четыре. Дед со мной сел показывать. А под вечер уже дело. Солнце садиться собиралось. Подъехали, куда он тыкал. Смотрю, жидковато. Сесть можно. Не, говорю, дед, тут не получится. Топка. А тот, как не слышит. Глянул, махнул рукой. Типа херня. Получится. И из кабины спрыгнул. Главное, борзый такой. Как будто мы не за здорово живёшь. Ему тут помогаем. А как будто он нас купил на корню. Ну, думаю, сейчас Вован тебе то же самое скажет. Только время зря потратим. Надо дальше проехать. Место по суше поискать. Ну, закурил. Сижу в машине. Вована на кране ждём. Вован подъехал. Крутится, где встать. А везде лезть страшно. Трава высокая, сочная. Даже в асоку уже переходит. Ну, видно, короче, что везде вода близко. Вован, парень резкий. Он сразу деда послал другое место искать. А дед, прикинь, ни в какую. Странный какой-то дед попался. Ржёт тихонечко. Башкой мотает. Говорит, типа, я здесь ловлю. Мне плита, мол, в другом месте и не нужна. Ну, мы долго базарить не станут. Не нужна? Да и хер на тебя. Ишь, привередливый какой. Скинули быстренько. Вован даже опор не выкидывал. Мол, вот тебе плита и топи её сам, раз такой умный. А мы в эту срань не полезем. Сядешь на мосты, надрывайся потом, выдёргивай из няши этой. И уехали. Ну, и ехали мы эти три верстые всю ночь. Понял? Нет? А вот так ебтыть. Всю ночь ебтыть. Я думал, рехнусь уже. Я опять первым ехал. Еду такой. Продеда этого сраного забыл уже. Думаю, как сейчас сядем. Местца там, водочки. Потом местную какую возьму. Мы там на всю деревню единственные нормальные мужики были. Прикинь. Бабы стадами за нами бродили. Бери, как ухочешь. Они страшные в основном. Башкирки-то. Но такие иногда попадаются, как в японской порнухе азиаточки. Местные пацаны. Считай, все спились. Поголовно. Половина сидит. Половина под забором валяется. Ну вот, еду. Думаю, кого взять повалять после ужина. Потом раз, измена какая-то. Чего-то я долго уже об этом думаю. А деревни-то все не видать. Ну, я раз, огляделся. Нет. Места все те же. А то я подумал, что где-то свернул не туда. Да и не было свороток, пока на озеро это ехали. Раз, газку прибавил. Еду, смотрю, да, вот лесок, вот сосна приметная, раздвоенная и растет как бы отдельно. За ней должен быть правый поворот и деревня видна. Ну и расслабился. А кто бы не расслабился. Дорога правильная. Местность знакомая. Едь да едь. Ну, я опять и задумался о чем-то левом. Чую. Опять лажа какая-то. Блядь, точно. Поворота нет. Оглядываюсь, вроде все то, а вроде и не то. Я встал, вылез, до сосны вернулся. Из сосны этой сраной нет. Да вот так нет. В смысле не то, что места есть, а сосны нет. Вообще место другое, которое проехал давно. По дороге иду назад к машине. Снова та палка на обочине и пачка от ЛМ валяется рядом. Их запомнил. Как-то в глаза бросились. Когда я только-только с луговины возле озера на дорогу выскочил. Ну, думаю, пиздец. Крыша едет, дом стоит. Или я свернул все же где-то, или не. Все-таки, думаю, свернул и не заметил. Потому как про другой вариант даже думать не охота. Слышу, Вован догоняет. А вечереет уже, прикинь. Солнце село и темнеет на глазах. Лез же. В лесу быстро темно стоит. Вован подъехал, встал. Курим. Стоим на дороге. Так. Перед друг другом хорохоримся. Но вижу, у Вован тоже очко играет. Сели в мою. Решили ехать и базарить постоянно, чтобы ни на минуту не задуматься. Поехали. Едем. Базарим. Вот сосна. Вот сейчас должен быть поворот. Тут меня комар в висок кусает. Я его как ебнул сгоряча. Отвлекся. Смотрю. Вован тоже. Зажигалку уронил. Поднял. А мы опять почти там, где стартанули. Ты понял? Только стоим в обратную сторону. Как будто развернулись. И сами назад приехали. И это. Прикинь. А откуда-то знаю, что Вовкиного крана там нет. Вот даже не чувствую, а знаю. Будто сам его отогнал оттуда. Я ему говорю. Вован, а ты когда вылез, кабину запер? И ключи с собой у тебя? Он такой. А что типа? Я ему. Слышишь? Говорю, Вован. А вот мне что-то кажется, что нет там твоего крана. Он не поверил. У нас, говорит, во втором гараже такие порядки, что без секреток технику не оставишь. И Майи, говорит, секретки ни за что ни один доктор наук не найдет. Хоть технических, хоть педагогических. Едь, говорит, потихоньку. А то еще въедем ему прямо в лоб. Проехали. Кран, конечно, нету. Вован выскочил, где оставил. Стал на карачках там что-то ползать. Да так и не нашел ничего. Залез такой, торопится. Я его спрашиваю. Чего типа торопишься так? А он такой, знаешь, пока типа ползал, следы разворота искал, у меня все время чувство, будто кто из кустов мне в спину-то рассматривает, рассматривает, да пристально так. Я такой типа, да херня это все, Вован. А сам тоже про себя чувствую, что у меня чуть не с самого начала такое чувство. Я ему говорю. Слышь, говорю, Вован, а ведь это дед этот блядский. Как-то это все блядство от него, а больше откуда? Это он, сука, надулся, что плиту его ебаную не доделали. Вован такой спорит, типа для порядку. Но, видать, тоже сомневается. Типа, как этот сморчок нам дорогу застит? Я ему, а хуй знает. Но застит ведь, явно. Значит, знает как. Не, ну а что еще думать? Вот ты и сам бы что подумал. Ну вот и я тоже. Вован такой, поехали тогда, говорит, да топим эту плиту, эту сраную. Может, отъебется. Поехали, там метров 600-700 всего ехать было. Приехали. Нет, блядь, плиты этой. Понял? Нет. Я точно место узнал. Вован тоже. Там следы наши, все, то место. А плиты нет. Пиздец какой-то. И это, главное, трава-то. Ну, где плита лежала, целая. Как и не было никакой плиты. Понял? И прикинь, ходим мы такие. А спину как сверлить что-то. Да так, что не в моготу. Ты не подумай. Я не такой уж и ссыкло. И ножа на себя видел, и ствола, и всякого разного. Но тут другое. Невозможно такой страх терпеть. Веришь? Нет. Мы в кабину влетели, как кто гонится за нами. Сидим. Вроде в машине поспокойней. И что-то раз, такое зло взяло. Вовану ничего не говорю. Тронулся. Да как, втопил. Похую подвеска. Лечу. Ралли-рейд, бля. Париж-Дакар. На Шоландзе. Прикинь. Через где-то минут двадцать встаю. Снова эта ебаная сосна. Та с двойной верхушкой. Вовану говорю. Все. Нахуй. Ждем утра. А утром разберемся. И с краном, и с мухомором этим старым. Я ему, блядине, от сто тридцатого кардана в жопу кувалдой забью. Или плиту эту сожрать заставлю, козла старого. Короче, раздухарился такой. Сижу кулаком по баранке стучу. Тут и это. Накрыло. Накрыло по полной программе. Как именно? Да хуй объяснишь. Ну, представь, что сидишь ты в КамАЗе, а тебе кажется, что КамАЗ твой на метр подпрыгивает, как мячик такой. Понял? Начинаешь, когда взглядом следить, вроде не прыгает, а только типа глаз расслабишь. Ху, як. И так в животе холодно, как будто бугорок на скорости прилетаешь и хватаешься за все, типа, чтобы с места не выбило. И все такое. И вот еще такая подача. Тебе кажется, что все как бы отдельное такое, и при том живое. И на тебя вот так вот, ну, как скалится, что ли. Короче, я вот на ручку коробки смотрю, а она, ну, как не знаю, вроде и не ручка, а что-то другое. И так смотрит. Хотя ни глаз у нее нет, ничего. Я еще дурак в лобовика поглядел. И там все такое же. Долгая секунд на 10-15 пауза. Водила едет, глядя сквозь дорогу. Но ямки обижается. Видимо, рефлекторно. Да не, нормалек. Ништяк все. Что-то припомнилось. Ебать-то, Люсю. Как уехали. Да так и уехали. Когда кончилось, мы сидим такие, обнявшись, как два пидора в сквере. Я на Вова насмотрю, а он, как ребенок, чуть не плачет. Морду скривил всю. Я на себя в зеркало глянул. Бля, морда чуть не гажит. А потом смотрю, ебать, день уже. По солнцу часов 10 где-то. Че? Да. Все это время. Только, слышь, оно вроде и как час показалось. И как год. Да хули год? Больше. Вот. Такая вот непонятка. Нет, ты че, ебнулся. Мы его потом за версту обходили. Да не то, чтобы он по деревне этой круги нарезал. Он там в магазин выйдет раз в неделю и опять где-то лазит. Мы там дорезали где-то за неделю еще и в Теченске перебрались. Там ангар какой-то валили. А вот Зианоч что-то там к нему постоянно стал мотаться. На жопу себе приключений не искать. Пацаны, говорили, до сих пор ездит. Ну, его дело. Вот, кстати, видишь указатель. Кунашак. Вот. Здесь и было. Направо на мостик этот уйти. А там на ту сторону налево. Там и есть километров 15. Красиво. Продолжение следует. Продолжение следует...